Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я проснулся и увидел, что Док Вон, создатель Терра Луна, после длительного молчания внезапно взял и объявился. Я знаю, что среди моих зрителей есть много инвесторов Терра Луны, поэтому я не мог пропустить это событие и не рассказать тебе о нем. Кроме этого, я хочу коснуться темы стейблкоина Акала Доллар, построенного на Палкодоте, а также расскажу тебе о большой проблеме, с которой сталкивается криптовалютный рынок прямо сейчас. Речь идет о некогда крупнейшей компании криптовалютного кредитования. Как обычно, не забудь поставить лайк и написать комментарий, это очень помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за твою поддержку. И начнем с Терра Луны. Док Вон, создатель Терра Луны, спустя много месяцев после коллапса Терра Луны, внезапно решил таки нарушить молчание и дал целое интервью, которое называется «Коллапс Терра Луны изнутри». Интересно, что интервьювер почему-то избегал самых острых вопросов. Зак Гузман, как его зовут у себя в Твиттере, написал «Эксклюзив». Посидели с основателем Терра Док Воном и сняли первое его интервью после коллапса проекта на 45 миллиардов долларов. «Цельсиус», «Три Эрл Кэпитал», «Вояджер», множество криптовалютных бирж и так далее и тому подобное. Все они обанкротились из-за Док Вона. Огромное количество инвесторов потеряли все из-за Док Вона. И он возвращается непонятно откуда и дает интервью в просторном офисе с шикарным видом из окна, как будто ничего не произошло. То есть пока Док Вон фактически опрокинул кучу компаний и инвесторов на миллиарды долларов и спокойно себе дает интервью, разработчиков приложения на эфириум Торнадо Кэш таскают по судам за то, что они написали код для приложения. «С этой системой явно что-то не так и пришло время ее исправить», пишет Эрик Эфириум. И я с ним полностью согласен. Но давай послушаем, что сказал Док Вон. Спустя много месяцев после коллапса Док Вон заявил «Я по сути жил Терра Луной». Давай вспомним еще один отрывок из интервью прямо перед крахом Терра Луны. Каким был уверенным Док Вон тогда? Мне интересно, как ты думаешь, сколько компаний из тех, что сейчас заходят в рынок, видя тут много денег и перспектив, еще будут в криптопространстве спустя 5 лет? Ну, 95% из них умрут. Вообще весьма занимательно за этим наблюдать. Занимательно? Какой черный юмор. Но, по крайней мере, можно чему-то у них научиться. Теперь он оправдывается и говорит, что самоуверенность у него была из-за успеха экосистемы Терра Луны, которая приближалась к сотне миллиардам долларам. «Я никогда не думал, что случится со мной, если этот проект провалится», сказал Док Вон. Док Вон признается, что в компании Терра Форм Лабс был некий инсайдер, который воспользовался информацией о уязвимостях протокола Терра для получения прибыли. Правда, он не назвал, кто именно, но зато признает, цитата, «Я и только я несу ответственность за любые уязвимости, которые могли бы быть обнаружены неким продавцом, который в итоге и обвалил весь проект и всю экосистему». Как миллиардер на бумаге, Док Вон не смог дать точную оценку своих потерь, но описал их как бесконечно большие. Цитата, «Вероятно, немногие пережили такой опыт, но последние пять лет я просто жил и дышал Терра Луной». Док Вон сказал, что Терра Луна не была финансовой пирамидой, поскольку ранние инвесторы пострадали больше всего от ее коллапса. Он также прокомментировал обвинения в мошенничестве в Южной Корее и некоторых других юрисдикциях. Док Вон уверил, что будет действовать прямо, честно и по фактам и иметь дело с любыми последствиями. Свой переезд в Сингапур буквально до крушения Терра Луны он объяснил тем, что боялся за безопасность своего ребенка и жены. Напиши, что ты думаешь по этому поводу, помиловать его или нет. Вообще, чисто по-человечески, его даже жаль после всего этого. Теперь я хочу поговорить про блокировку криптомиксера Торнадо Кэш. Этот запрет вызвал бурю эмоций в Соединенных Штатах Америки, особенно учитывая, что многие знаменитости из-за этого пострадали. Например, ютубер Логан Пол, актер Джимми Феллон, генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг и сестра директора Facebook Рэнди Цукерберг. Многие запаниковали из-за этого, но сегодня стали известны хорошие новости. Coin Center заявил о намерении обжаловать запрет в Торнадо Кэш. Они мотивируют это тем, что Минфин США превысил свои полномочия, ведь санкции не могут быть наложены на смарт-контракт. И такая политика США может быть опасной для разработчиков по всему миру. Как возможно наложить санкции на программный код? Это же не компания, не физическое лицо и даже не юридическое лицо. Получается, Минфин США рассматривает код как человека? И такое бывает, когда кто-то не любит криптовалюту, особенно если она помогает спрятать от правительства твои деньги. Теперь я хочу поговорить про Polkadot. Крахи стейблкоинов продолжаются. Стейблкоин Акала, построенный на Polkadot, обвалился на 99% после того, как хакер взломал пул ликвидности Акала. Он намайнил более 1 миллиарда токенов Акала USD, что и привело к резкому падению стейблкоина до 0,009 доллара, ребята. До 0,009. Вот так выглядит этот график. Да, сейчас он восстановился, но все еще стоит меньше 1 доллара, что для стейблкоина непозволительно. Восстановится ли доверие к нему со стороны пользователя? Если бы я им пользовался, я бы, наверное, отказался от дальнейшего использования Акалы. Напиши в комментах, что ты думаешь по этому поводу. И напоследок я хочу поговорить про крупнейшую компанию, которая предоставляла криптокредитование раньше. Мало того, что они начали процедуру банкротства, так еще и солгали всем. Из нового отчета стало известно, что дыра в балансе Celsius Network составила 2,85 миллиарда долларов. Почти 3 миллиарда долларов. Эта информация грозит серьезными проблемами для Celsius Network и как следствие для всего криптовалютного рынка. Ведь кажется, они подтверждают, что руководство некогда крупнейшего криптокредитора могло намеренно вводить своих инвесторов и клиентов в заблуждение. И более того, даже суд. Что это значит? Что они могут продать все активы, которые у них остались. Включая Bitcoin, WBitcoin и токен Celsius. Это может иметь и последствия для криптовалютного рынка. Кроме того, если у тебя были деньги в Celsius, то получить их обратно или хотя бы компенсацию теперь будет намного сложнее. По прогнозам, у компании осталось денег приблизительно до октября 2022 года, а потом они могут начать продажи оставшихся активов. Поэтому будь осторожен и следи за этим. Я тоже буду за этим следить. Если появятся обновления, обязательно расскажу тебе в следующих видео. А чтобы их не пропустить, нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик. Так ты не будешь пропускать обновления на криптовалютном рынке. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok